Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятом или же Александр, и сегодня вместе с вами мы поиграем в игру с очень необычным и длинным названием Стимпанк Идол Спиннер, но не обращайте внимания на название, а обратите внимание вот на эту машину. Да, она выглядит странно, но занимается она просто невероятными вещами. Если я буду крутить вот эту вот штуковину, огромную шестерню, машина начнет производить, черт возьми, деньги, причем в огромных количествах. И чем больше я буду крутить, чем больше у меня будет денег, тем круче будет становиться машина. Так, 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 денег много, что я могу себе прикупить? Выбрать зубчатое колесо. Подключается к другой шестеренке, увеличивая скорость ее вращения. Так, стоп, давай посмотрим, как мы можем соединять шестеренки. Ну, я думаю, я разбирался бы. Далее, как? Если шестеренки соединены внешними ободами, то скорость вращения не увеличивается. Наибольшее увеличение скорости происходит, когда внешний обод одной шестеренки соединяется с внутренним ободом другой. Хорошо, я понял. Давайте этим займемся. Нужно поставить ее сюда, тогда все заработает. Теперь утвердите положение. Одобрите покупку, да? Я одобрил, и теперь... Эй, я хотел бы объяснить некоторые из кнопок верхнего меню. Эта кнопка выбирает режим перетаскивания экрана. Да, 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 я понял, хорошо, мы с этим разберемся. Давайте лучше крутить этот чертов мега денежный спиннер. А можно просто раскрутить и... и забить, нет? Нет, только надо постоянно крутить, тогда будет смысл. А какую шестеренку лучше крутить? Нижнюю или верхнюю? Я так понимаю, погодите. Чего-то я в этих шестернях запутался. Лучше крутить верхнюю, тогда будет больше денег, точнее нижнюю. Давай, давай, смотрите, как много денег. И даже по 6 монет, по 4 монеты выпадает. Так, это здорово, но, блин, так рука может быстро устать и это дело крутить. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Максимальное кручение! Что с моей рукой? Моя рука закрутилась. Так, хорошо, это здорово. Но на новые механизмы мне пока денег не хватает. Давайте прокачаем эту машину. У меня сколько? Только 80 монет. Вот так, вот так, вот так, вот так. Все деньги пустил. И сколько денег будет выпадать теперь? Ой, по 7, сразу по 14! Да это безумие! Жесть, почему у меня в доме не стоит ничего подобного? Да, пускай бы эта машина производила исключительно монеты, но если монеты крупные... У нас, например, самая крупная монета это доллар. Ну, как бы в белорусских рублях, если переводить. И знаете, если бы с такой скоростью выпадали монеты стоимостью... Доллар? Я просто не могу крутить и соображать одновременно. Это очень сложно. Короче, если бы каждую секунду выпадала из машины хотя бы по одному доллару... Знаете, я бы... Я вообще просто бы ничего не делал больше никогда в жизни. Просто вот я бы сидел и смотрел на эту машину. Она бы гипнотизировала меня. И это было бы очень круто. Так, сакей. Сколько денег? Денег много. А где новые приблуды? Давайте купим вот эту штуку. Зубчатое колесо один к двум. Подключается к другой шестеренке, увеличивая скорость ее вращения. Давайте поставим опять же вот так. Значит, скорость должна быть еще больше. Да, посмотрите, как быстро крутится первая шестерня, если крутить эту. Даже если чуть-чуть ее крутить, скорость увеличилась невероятно. Блин, ну я же не могу бесконечно ставить шестерни. Хотя места здесь довольно много. Давайте посмотрим вот на это. Двигатель поворачивает подключенную шестеренку. Давайте посмотрим, как мы можем соединять машины. Давайте посмотрим. Зоны возможного соединения мигают. Если хотите соединить, возникнет новое соединение. Понятно. А как перевернуть? А вот, она сама переворачивается. Размещение ок можно утвердить положение. А потом я смогу перемещать, если что, шестерни. Или... Стоп, я пока не хочу. Да, отменяем покупку. Поставим еще несколько вот таких шестерней. Да, я хочу, хочу, хочу. Вот так. Вот так вот. Такс. Окей. И даже еще одно хватает. И еще вот одно сюда. Блин, какая же будет скорость. Смотрите. Я просто еле-еле поворачиваю, но скорость на первой шестерне уже какая-то безумная. Отлично. А теперь туда установим двигатель. Вот так. Ну, двигатель, конечно, крутится с небольшой скоростью на самом-то деле. Но все равно выработка денег началась. Э. Вам нравится игра, да? Спасибо, пожалуйста, оставьте свой комментарий под игрой ниже. Окей, хорошо. Я и так как бы играю в игру, значит она мне нравится. А я могу еще двигателю помогать. Да, спасибо. А если его прокачать, сколько это стоит? Триста? Он будет быстрее работать. Но не намного на самом деле. Стоп. А зависит что-то от того, в какую сторону я кручу двигатель. Такс. Если я кручу вправо, точнее справа налево, против часовой, деньги падают. А если я буду крутить слева направо, по часовой, деньги тоже падают. То есть неважно, в какую сторону происходит движение. Если бы еще двигатель можно было перетаскивать, было бы вообще замечательно. Просто я не знаю, что теперь делать. У меня стоит один двигатель, я хочу увеличить свою линию. И как-то нужно это сделать. Но как? Вы можете открыть дополнительные функции, нажав и удерживая на машине. А можно перетаскивать? Да, только я об этом спросил и сразу да. Ха-ха-ха. Окей, хорошо. Нет, ничего я здесь делать не хочу. Спасибо. Но мне интересно, а если поставить второй двигатель? Жизнь, для этого нужны деньги. Сам по себе двигатель вырабатывает какие-то жалкие крохи. Мне это не нравится. Мне нужны большие деньги, такс. В какую сторону двигатель вообще работает? Так, двигатель. Куда ты работаешь? Остановись. Так, значит вот сюда. Против часовой. Давай, давай, крутись, крутись, крутись. Хватает денег на новый двигатель. Покупаем, да. Ставим его так же сюда. Э, э. А, вот, поставил. Хорошо. Два двигателя, это уже круто. Но скорость, по-моему, не увеличилась. Что ж, а если передвинуть его? Что это такое? Что происходит? Денежная машина. Да, это здорово. Но что? Че она мигала? Че она сияла? Что это давало нам? О чем это говорило? О, сейчас двигатель начал в другую сторону крутить почему-то. Ладно, давайте прокачаем денежную машину. Ха, на все деньги. Сколько будет падать? По 18 рублей. Безумие. А теперь можно немножечко и самому покрутить. Давай. А будут открываться какие-то новые приспособления, помимо двигателей, шестеренок и прочего? Хочется чего-то более интересного и нового. Мощного. Я бы даже так сказал. Так, ладно, все это здорово, но мне нужны новые шестерни. Стоит это дорого. Один Г-двум. Поставим вот сюда, да. Да, вот так. Двигатели тоже нужно теперь будет перетащить. Все. А если... Нет, нет, нет. А если эти шестерни покрутить еще? Вот так. Так, один двигатель здесь, а второй двигатель... Давай, перемещайся. Второй двигатель будет стоять здесь. Может скорость от этого будет больше? Ну, что-то прям... А если двигатель поставить вот сюда? Ага, туда его ставить нельзя. Ладно, денежки капают, но совсем не в тех количествах, которых я бы хотел. Ого. Давайте этот двигатель тоже тогда перетащим. Вот сюда. Два двигателя, это замечательно. Стоимость улучшения сколько? Тысяча двести. Охренеть. Просто охренеть. Будем улучшать этот двигатель или нет? Или стоит построить еще одну шестерню? Это будет выгоднее экономически. Поехали крутить. Сколько падает? По четыре? А что по четыре-то? Или это какие-то другие цифры? Машин-бустер стоит пять тысяч. Сборщик пара. Две тысячи. Я не знаю, что такое сборщик пара. Я знаю, что такое машин-бустер. Это должно бустить нас жестко. А что это за золотые монеты? У них какая-то стоимость больше? Да, посмотрите, сколько за одну монету дают. Офигеть. Давай, давай, давай. Раскрутил, но оно быстро перестает крутиться. Быстро крутится только первое колесо. Но у нас есть деньги на машин-бустер. Увеличивает... Ну, короче, бустит прирост денег. Безумная наука. С этим усилителем моя невероятная машина может генерировать еще больше денег. Окей, но что-то я не вижу, что денег больше. Нажмите усилитель, чтобы зарядить его. Ну, я зарядил. А, нифига. Это еще и кликер в одном лице. Денег теперь в полтора раза больше. Давайте сделаем в два раза больше. Вообще, не мешало бы установить автокликер. И закликать эту машину до дыр. Вот тогда был бы эффект. Вот тогда было бы здорово. Ладно. Я пока набустил. Сколько интересно будет работать этот буст. Вот что меня волнует. Ну и давайте накопим уже денег на сборщик пара. Не знаю, что он делает, но... Но надо построить. Так, 2000 есть. Строим сборщик пара. Собирает пар, генерируемый машинами. И что? Для дальнейшего использования. Ну и что это дает? Гениальная идея. Эта машина будет собирать пар, выпущенный другими машинами. Давайте посмотрим, насколько это может быть полезно. Ну вот, пар собран. И что дальше? Я могу еще и накликать. Так, а в чем эффект? В чем полезность? Похоже, если заполнится эта полость до конца, пар можно будет отдать денежной машине и опять же ее жестко забустить. Да, смотрите-ка, часики. Активировать вознаграждение. Время бежит в два раза быстрее в течение минуты. Да, хорошо. Награда получена. Время бежит быстрее. Здорово. Это что такое? Нажатие сильнее еще в течение какого-то времени. Я не увидел в течение которого. Ладно, мне неинтересно кликать, мне интересно крутить. Давайте крутить. Хочу заработать хотя бы сейчас 10 тысяч, а дальше будет видно, что я захочу купить. Так, не в ту сторону. Это другое дело. Да крутись же, что же ты так крутишься медленно, сволочуга. Ну крутись. Так. Что-то у меня не получается крутить. Рука что ли устала? Кручу ведь в том направлении, в правильном. Но двигатель совершенно не хочет раскручиваться. Во! Во, раскрутили. Отлично. Сколько денег? Хорошо, 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 хорошо. Как же быстро начинают работать двигатели. Невероятно. Ладно, покупаем себе еще шестерни. Шестерня раз. Ставим ее вот сюда. Так. Надо двигатель сначала убрать. Ладно, уберем двигатель куда-нибудь сюда. Этот двигатель мы тоже переставим сейчас. Да убирайся же. Вот так. И покупаем на оставшиеся деньги немножечко шестеренок. Хочу купить хотя бы две для начала, а дальше будет видно. Да. Только на две мне и хватит, к сожалению. Но зато скорость какая будет. Какая будет лютая скорость. Теперь двигатель. Далее буду прокачивать двигатель. Мне нужен статический прирост денег. Статичные. Давай. Вот так. Вот так вот. Хорошо. Просто великолепно. Сколько стоит прокачка двигателя? 1200. Мне хватает. Что это за самолет? Эм, ладно. Спасибо за проверку нашего Facebook. Давайте зубчатое колесо дешевлят. Блин, я не хотел нажимать на самолет, но так получилось. Я не знал, что меня куда-то перебросит. Игра на комп. Игра не на мобилку в данный момент. И как это произошло, не знаю. Но зато даже благодаря... Даже несмотря на то, что я сам не кручу. Деньги капают. Очень, очень хорошо. Не самый лучший вариант, но неплохо. А если сделать еще и вот так? Я кручу самое верхнее, последнее колесо. Семь. Это получается по 700, да? Да, это по 700. Золотая монетка дает соточку за единичку. Отлично. Ну, от этой игры, конечно, мозги пухнут серьезно. Прямо реально серьезнейшим образом. Так как... Ааа, моя рука! У меня все мозги находятся сейчас в руке и... И вот вы видите, вы видите. И я вообще не могу двух слов связать теперь. Это все из-за этого пара. Это все из-за этого пара. А это что такое? Насос воздушных шаров. Не хочу никакого насоса воздушных шаров. Шахта. Вот шахта это что-то прикольное. Там тоже будут добываться деньги? Так, давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Нажно-нажно-нажно-нажно заработать на шахту. Блин, ну 20 тысяч вообще отдавать не хочется. Ладно. Отдам. Шахта производит руду для улучшения машины. Интересно. Давайте копать. Руда из этих шахт может быть полезна для вашей машины, профессор. Нажмите. Ну да, вот она руда. И что, теперь ее перетаскивать нужно? Блин, сколько возможностей здесь? Ааа, ничего себе. Купить автоматизированные молотки для добычи руды. Сколько же здесь разных прокачек. Ёлки-палки. Да, давай. Халявная награда. Нужны молотки. Молоток сколько стоит? Тысячу, да? Поставим его сюда. Ну и как быстро молоток будет добывать руду? Блин, буст быстро падает. Давай, молоток, добывай руду. Я что-то не вижу, чтобы ты руду добывал. О, да. Не очень круто будет молоток добывать руду. Не очень круто. Автоматизировать процесс все еще не получается. Либо ты кликаешь, либо ты перетаскиваешь, либо ты крутишь, либо ты вертишь. Но игра, по-моему, просто гениальная. Ну, возможности. Это самый лучший кликер, который я видел. Ну, просто все здесь есть. Это очень круто. Очень продумано. Блин, автору большой-большой респект. Прям вау. Вау. Так, это что? Желоб для монет. Увеличивает монеты после нажатия 4. В смысле увеличивает? А куда надо? Ну, давайте купим. Так, а что мне это дает? Какие бонусы от этого я получаю? Что? Куда нажимать? Увеличивает монеты. Отлично. Улучшенный мостик еще сильнее увеличивает монеты после нажатия на них. На монеты можно было еще и нажимать? И на монеты можно нажимать? Да вы издеваетесь. На все можно нажимать. А есть вещи, на которые нельзя нажимать вообще? Ладно, прокачаем двигатель. Давненько я этого не делал. Две прокачки двигателя. Ух, маховик раскручивается просто супер быстро. Ну и, друзья, на этом пока мы с вами остановимся. Мне игра безумно понравилась. Я бы с радостью записал еще по ней серии. Так что, если вам нравится тоже, вы поймали греблина. В общем, если вам тоже понравилось, пишите об этом в комментах. Я бы с радостью ее прошел. Ну а пока на этом все. До новых встреч. Всем удачи. Пока. Будьте счастливы. Чао.